И к нам отношения не улучшатся, они просто сразу же нас задавят. Вот об этом речь идет. К этой теме лучше не возвращаться. Батюшка просил оставить пока. Отец Игнатий, и информация к размышлению. Я сегодня был после службы, заходил в церковь, которая называется теперь Единая Украинская Православная Автокефальная Константинопольского Патриархата. Ну и познакомился с иеромонахом, который прибыл сюда с западной Украины, в Волынская область. Так вот он объявил, что теперь отныне, с сегодняшнего дня, наша церковь, украинская православная, является не каноническое. Но говорит, обижать мы ее не будем. Вот такие были слова его. Ну и заявил, что мы будем создавать школы православные для детей, юноши и для взрослых. Мне это понравилось, потому что в нашем храме об этом даже и не помышляют. Но я сказал, что я переходить никуда не буду. И где нахожусь, там и остаюсь. Какие дела? Я понял. А мы молимся о вас. Поэтому поступайте благоразумно. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Вот меня спрашивали раньше, а как вот Денисенко, ну его же разжаловали, простой монах стал патриархом, его анафеме предали. Я не знаю. А как вы считаете благодать? Не знаю. Благодать это, говорит, не колокольчик. Но к нему я наиспоить не пошел бы. А почему? Ну зачем тебе знать, почему, почему? Не расположен. Его эта патриархия выдвигала, и там он учился, там его рукополагали, и вдруг скинул все. Он думал, его патриархом изберут. Вот почему. Если ты там всем связан, ну и починись дальше-то, ну и будь на покое, тебе платят что-то. Зачем тебе смуту? А теперь поехал за оружием в Америку, чтобы русских людей убивать. Ну куда это годится-то? Мы же это считаем в газеты, видим. Я молюсь за всех. А за Денисенко, Филарета не молился никогда. Молитвы вообще нету, закрыто. Я себя проверяю на молитве. У меня нет о нем молитвы. Игнатий Тихонович, мир вам, это Роман Фроликов. А вот вы говорили и видеоролик выпустили по записью моего разговора с Дмитрием. И вот я так и не понял, что вы хотели сказать названием этого видеоролика. А ты как, Роман Николаевич, думаешь? У меня выбор был сделать какое-то другое название? Я никому не подотчетен. У меня передо мной лежит Библия, опыт жизни. Я вас прослушал. И теперь название дал такое. Название. Только я ни к чему не претендую. Название это в моей власти. А вот теперь ты и думай. Спасибо, Христос. Если я просто назвал бы, разговаривали, два любящих брата, ты бы даже внимания не обратил. А вот у нас женщина одна пришла, и она написала там что-то свое. А я за фотографии. А я написал. Мать. Это дочь в мать. Ее это так задело. Почему я? Ну и дальше-то. Я ничего не сказал больше. А она под фотографией надпись ее смутила. У меня уже не один раз было. Прежде чем дать название, я спрашиваю, кто со мной рядом. Володя, вот посмотри, какое название дать. Он бывает говорит, только я уже записал. А другой раз посмотрит, говорит, нет, не знаю. У меня сразу несколько названий. Я их в ряд выстраиваю. Еще молюсь. На другой, третий день я только решаюсь. Какое поставить. И оба они об одном, но разные. Так что я не, как говорится, не с кондачка, не с бухты-барахты. Я вас не назвал, никак не обозвал. А название ролика я могу дать. Это мое право, потому что он мой ролик. Отец Игнатий, а можно спросить, как-то первый видеоролик был назван, с моим участием, как бы в стенном или дверном проломе. А что он означает? Вот на меня столько вопросов сейчас, где названо так. Ну, думай, запиши его еще раз, прослушая ролик, и все написания, проникни. И ты увидишь и скажешь, из тысячи вариантов это единственное верное во всех отношениях. Ты должен думать о том, как враги ваши будут смотреть на этот ролик. Как ваши потомки будут смотреть. Я все это учитываю. И притом ни на что не претендующее название. Вот Сергей Павлович, он кинолог, знаете, кинолог это дрессировавших собак, профессиональный. Ну, я тоже дрессировал собаку, но я в уголовном розыске, у нас по-другому было. И он называет, вот у него там общество, или как он там называет, и он его назвал, попробуй там возьми или что-то такое, попробуй утащи. Я говорю, ты провоцируешь, любой будет лезть это. Не надо это делать. Не надо. Название должно быть непровоцирующее. А ты назови его, охраняй. Ну, и он смиренный человек, он принял и назвал, и ему не помешало ни разу. Охраняй, ты их собаке, говорю. Охраняет она или она проспит. Вот этого я не... То есть тебя нигде, это ни к чему не обязывает. Охраняй. Он едет и везде у него охраняй. Все понимают, это команда собаки, которая понимает. А теперь, а попробуй утащи. Пока надпись вешал, собаку угнали уже. Володя подошел. Дорогой, давай. Хочу у брата Сергея спросить, с Украины, который у нас брат. У Игнатова. Да, Игнатова. Место писания, языки Иль 22.30. Понял. Что 22.30, языки Иль. Толкование почитать. Да не только толкование. Там само стихи писания все говорит. Я очень рад, что за дело. Вот Роман спросил, теперь вы. Вот вы можете теперь догадаться, что я не просто название даю, а название, которое трогает. Именно к вам относится, к тем, кто будет считать. И чтобы суть всю отобразить. И думать, как враги могут перетолковать это. Не дать им повода. Назвать это не просто так. Вот у нас одна женщина, ну и она держит всяко много скотины. Одна женщина, одна. Представь, две коровы держала, овечек сколько, свиньи там. Ну все у нее есть. И она приехала, когда много куриц у нее, шесть пород куриц только, любительница такая. И она потом как-то, мы разговаривали, я, говорит, вот приехала и думал, какое вы мне прозвище дадите? Какое я ей прозвище дам? Я говорю, а ты как считаешь? Да я не знаю. Я говорю, самая кровожадная женщина. Вот такое тебе прозвище. Вот это да, кровожадная. Да как-то ой-ой-ой. Я говорю, а почему? Ты сколько гусей держала-то? Тридцать шесть. Ты им голову порубила? Порубила. Теперь бычков выращивала. Всех зарезала? Ну да, да как? Ну вот и все. А я говорю, я твоих гусей сегодня еще соблазнял. Я к ним подходил, они такие ласковые, так хорошо когощат. Я говорю, гуси, гуси, вот летят дикие. Ну скорее сбрасывайте лишний-то вес. Поднимайтесь, да улетайте, пока вас не покололи. Пока она вам голову не потрубила, ваша хозяйка. То она смеется. Маленько юмора допусти. Какое будет у тебя название? Я написал в КГБ, ну ФСБ сейчас, какая была у меня кличка в разработке. Ну у них обязательно какое-то там дают, как говорят, погоняло по-своему. Я многих знал священников, архиереев, благодаря Глебу Якунину. А мне ответ пришел на бумаги, на бланке. А у вас не было. Вы в нашей разработке были по имени, фамилии и отчеству. Вот так. То есть, чтобы это, что они дают, как-то отвечало что-то. Мне они ничего не нашли. Такая козявка перед ними. Вот я спрошу, у кого тут фамилия Пупков. Почему она Пупков? Объясни. Я спросил у его мамы сегодня, какая девичья фамилия была. Она там сказала. Я говорю, а тебе какую хотелось бы? Вот эта вот, которая отцовская или материна? А вот у меня я спрашиваю, что означает моя фамилия? Никогда бы не догадался, если бы не моя тетка, по отцовской линии. Она сказала, она слышала. Лапкина. В интернете посмотри. Это лапка уменьшительная от слова лапа. Ну, маленькая лапка, птичья. Я говорю, никакого отношения не имеет. Когда давали фамилии, мой дед, прапрадед, когда фамилии-то давали, он был писарем. И когда ушел, он знал законы. И к нему обращались по жалобам где-то. И он писал, его поэтому вызывали. И он научился писать ногой. Почерк. Лапка. Его лапкой прозвали. А когда фамилию-то давали, я говорю, да это лапка. Лапкой, то есть ногой писал заявление и подписывал. Талант. Вот такое дело-то. Ну, все, наверное. Я гляжу, вы вот тут начали рассуждать. Я беру ваши, что вы ночами тут наговариваете. Потом выставляю в событиях дня. Я хочу поблагодарить кое-кого. Остальных я просто не забыл. Вот. Это вот Сергей Евтушенко. Очень грамотно и дает ответы. Не зазирайте Романа Николаевича Фроликова. У него тоже хорошие ответы, но такие как бы занозистые. Он об одном и том же долбит. Вот. Усатая Наталья. У нее вопросы. Такой опыт. Женщина. Ну, у нас вообще, который приходит, там, и Финаева, и кого-то только не было. Ксения там, Юрова. Все умницы. Уж с артистонной не говорю. Это как ответит, как печать какую поставит. Вот подобрался такой человек. Я вам не льщу. И действительно так. Я почти все беру, что вы говорите. Друг другом не соглашаетесь. И не соглашаетесь не почему-то, а у вас опыт. Евгений Тропко, ну, этот вообще сверх всякого. Он где ответит, у него и данные, и все. Мы должны быть Богу благодарны. И Сергей Игнатов. Ну, кого я вижу тут все. Я благодарю вас. Вот тут меньше кавказовства, где вы участвуете в разговоре. Все у меня. Храни вас Господь. Слава Иисусу. Спасибо, Христос. Достойная стекала истину, блажите Тебя, Богородицу, Пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога Нашего, Честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, Безысления Бога Слова Рошую, сущую Богородицу Тебя величая. Да, Тихонич, молитесь. Любящий наш Отец Небесный, Мы предстали перед Твоим величием, Чтобы восславить Твое дивное имя и Твои дела. Как многое Ты нам открыл. Помоги это притворить в жизни своей, Ничем не огорчая ближних. И дела на Украине устрой, как Тебе угодно. Научи нас смекать самих с Тебя и заниматься с ним постоянно. Милости Твои столь великие, Научи нас осознавать, как дорого это мирное время. И приготовь землю к великим и страшным испытаниям, Грядущим на всю Вселенную. Тебе, единому вечному Богу, Хвала и слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спаси Христос. Слава Иисусу Христосу. Тут кого-то я сегодня не вижу. Игнать Тихонич, там Никита спрашивает, Где же ролик с благословением Ксенза найти? Я не понял, что он хотел видеть-то? Ролик с благословением Ксенза не может найти, Никита. Володя. С благословением католического священника он ролик не может найти. А я не знаю, надо найти. Но я посоветовался со своими, приехал тут, стоит ли выставлять. Ну, не знает, как это. Ну, раз против нет, я поставил, Чтоб соблазна не было. Я никого не посылаю, никому не говорю. Это мое личное право. Я их считаю за церковь. С множеством заблуждений. Ну, они остаются церковью. Это мое личное понимание. Я видел, патриарх благословляется. Я ничего не сделал такого. Я вот только видел фотографии. Я видел, что-то не видел. Видео есть там, есть. Есть? Есть, конечно. Я не на фотографию, а на это просил благословения. Наши. А какой это год, Игнать Тихонич, примерно? Ну, какой год? Это у нас была вторая поездка. Ну, наверное, 13-й. Примерно так. Мы были через Томск, проезжали. Дальше шли мы. Мы первый раз тогда ехали только до Болгарии. И там ошибка была сделана. Печать неправильно поставлена. И пришлось разворачиваться. Пойти по югу. А другой-то раз шенгенскую зону потеряли. А потом туда. Нас каждый раз через Германию. Там Валентина Дмитриевна Сартисон принимала. Екатерина. Нас снабжали всем. Куда ни приедем, везде одинаковые отношения. Мы никого не обольщали. И там сидели в одном карст какой-то, хорст, порт в Швеции. И там можно было компьютер приставить, включить. И мы включили. Она нас сразу вышла из Англии, в Баптисты, Великобритании. Баптисты, ребятишки. И они молятся и просят нам благословения и крестятся рукой. Я такого не ожидал. Знаете, какая поддержка? Баптисты. Всем было понятно, что мы делаем дело непростое. Вот сейчас у меня ролик вышел. Как стать миссионером. И можно ли научиться на это? Вот на днях только был. Посмотрите на наши видеоролики. Там о книгах отдельно сняли ролик. Люди просили и составили. Потому что, ну, просят. Поэтому ролики мы написали и поставили. Иллуя Игнатьевич, спаси Христос. Слава Христу. Ну, все, наверное, прощаемся. С Богом. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok